Здравствуйте! С вами программа «День города» и Марина Комиссарова. Мои коллеги в ближайшие 15 минут расскажут о том, что происходило в городе в минувшие сутки. Тема сегодняшнего выпуска. Должностные перестановки обсудили на очередном заседании областной думы. Безопасность пассажиров превыше всего. Госавтоинспекция проверяет техническое состояние маршрутных такси и компетентность водителей автобусов. Закружилась листва золотая. Рязань готовится к торжествам, посвященным дню рождения Сергея Есенина. Свадебный размер. О новом сезоне реалити-шоу рассказала ведущая проекта и известная певица Анита Цой. Депутаты областной думы во втором чтении приняли проект закона о регулировании отношений в сфере промышленной политики. Также на очередном заседании обсуждались вопросы должностных перестановок. Председатель комитета Рязанской областной думы по социальным вопросам, член комитета Рязанской областной думы по бюджету и налогам Лариса Тюрина теперь станет членом Совета Федерации. Должностные изменения ожидают и нынешнего заместителя главы администрации. Владимир Трушкин займет место заместителя председателя правительства области. Подробности в сюжете Алены Куколевой. У Рязанской области появился второй сенатор. Областная дума назначила своим представителем в Совете Федерации Ларису Тюрину, которая в региональном парламенте возглавляла социальный комитет. Она была выдвинута на пост сенатора фракции партии «Единая Россия» в областной думе. Лариса Николаевна имеет медицинское образование, работала врачом, занимала руководящие должности. За ее назначение проголосовали 32 депутата при двух воздержавшихся. Я постараюсь также быть в курсе и тех интересов, и тех позиций региона, которые необходимо защищать на федеральном уровне. И приложу к этому максимум усилий. Мы руководствовались прежде всего профессиональными качествами претендента. По мнению нашей фракции, профессиональные качества Ларисы Николаевны соответствуют, чтобы нести вот это высокое, но вместе с тем и достаточно тяжелое бремя члена Совета Федерации от Рязанской областной думы. Также депутаты согласовали кандидатуру Владимира Трушкина на пост зампреда Рязанского правительства. Кандидатуру Трушкина парламентариям представил вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов. Владимир Трушкин уже работал в правительстве Рязанской области, где с 2008 года занимал должность министра строительного комплекса. В декабре 2014-го был назначен первым заместителем главы администрации города, где курировал сферу ЖКХ и строительства. 21 сентября было подписано распоряжение о назначении Владимира Трушкина советником губернатора. Участок работы очень ответственен, и я с полной ответственностью воспринимаю эту будущую работу, так как не понаслышке, практически знаю ее. Буду делать все для того, чтобы Рязанская область процветала, а рязанским нашим гражданам жилось легче и лучше. Также в ходе заседания депутатами единогласно был принят новый областной закон в сфере промышленной политики. Он разработан в целях реализации полномочий, переданных субъектом Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о промышленной политике. Региональный закон направлен на развитие промышленности, содержит перечень видов, механизмы поддержки деятельности предприятий, основные направления промышленной политики. Работа над документом велась поэтапно. Мы перед тем, как выйти сегодня на второе чтение, собирали расширенное заседание комитета, приглашали руководителей крупных промышленных предприятий, и они высказали свое одобрение, высказали и предложение свои по поводу скорейшего принятия этого закона. Закон-то очень нужен нашим промышленным предприятиям. В ближайшее время в Рязанской области появится социальный кодекс, в которые будут объединены меры соцподдержки, которые ранее регулировались 18-ю законами. В этом законопроекте, который депутаты пока поддержали в первом чтении, пролонгированы те меры социальной поддержки граждан, которые показали свою эффективность. В частности, это региональный материнский капитал, срок действия которого будет продлен. В первую очередь, это для удобства граждан, которые получают меры социальной поддержки. Вдумайтесь только, по нашему региону это 180 тысяч человек пользуются этим мерами. Конечно же, неудобно искать это в 18 законах и постановлениях. Сейчас это собрано в одном законе, и я считаю, что это некий такой ответ на запрос общества об удобстве законодательной базы региона. В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению планируется организация его широкого обсуждения с общественностью. Край родимый сердцу снятся. Имя Сергея Есенина знакомо каждому, пожалуй, с детства. День рождения поэта, который традиционно будут отмечать в его родном селе Константиново в ближайшие выходные, ежегодно становится кульминацией всех многочисленных разнообразных мероприятий, посвящаемых великому земляку. О программе, которая ожидает рязанцев и гостей города, узнавала Анна Герцовская. Великий поэт, известный на весь мир, а его творчестве спорят люди, живущие на каждом континенте планеты. Ищут секреты в его строках, хотят почувствовать то, о чем он писал. Рязанцам это сделает намного проще. В ближайшие выходные на родине Сергея Есенина в селе Константиново состоится грандиозный праздник «Пой песню поэт». Программа будет включать большое количество площадок для выступления поэтов. Это очень важно и у дома родителей, и у дома Леди Ивановны Кашиной, и на основной площадке будут звучать стихи. Стихи Есенина, у Есенина. Посещение усадьбы Кашиной и дома Сергея Есенина для гостей праздника будет бесплатным. Некоторые интерактивные площадки будут работать специально для детей. Выставки народных промыслов, показ фильмов, выступления Рязанского хора имени Попова и заслуженного артиста России Евгения Дятлова. Романсы, танцы и стихи. Погода обещает быть теплой. Те, кто будут добираться индивидуально, будут организованы парковки, у нас единственная большая просьба – доезжать до постов ГИБДД, которые будут там находиться. И те, кто будут работать на этих постах, они помогут вам припарковаться. Места найдутся для каждого. Не нужно оставлять машины, не доехав до поста ГИБДД. Кроме того, рязанцы могут добраться до Константинова на автобусах. Они будут отходить в дни празднования от центрального автовокзала на Московском через каждые полчаса. На них по такой же схеме можно вернуться обратно в город. Проанонсировали на пресс-конференции в правительстве области еще одно значимое для культурной жизни города событие. В этом году 70 лет исполняется рязанскому хору, в связи с чем было решено провести фестиваль «Рязанский хоровод», на который, по задумке организаторов, соберутся лучшие хоровые коллективы России и стран ближнего зарубежья. Раньше фестиваль носил название «Славянский хоровод». Для того, чтобы заинтересовать артистов разной национальности, его переименовали в «Рязанский хоровод». Открытие мероприятия состоится 30 сентября. В этот день выступит знаменитый хор Пятницкого. Фестиваль продлится до 6 ноября. В том числе в нем будут участвовать коллективы различной возрастной категории. Наша Рязанская область вообще славится народными детскими коллективами. И все лучшие соберутся в один день на этой сцене. И 1 октября я настоятельно приглашаю запечатлеть на камеры, фото, видеокамеры, вот эту ярчайшую картинку детского и юношеского творчества. На фестивале выступит и Рязанский хор, празднующий свой юбилей. В рамках программы на праздники соберутся прошлые участники коллектива, которые теперь являются народными артистами России. И это еще не все. Сегодня стало известно, что на пересечении улиц Ленина и Свободы появится музей, посвященный истории Рязанского хора. Крупная авария с участием маршрутного такси, попавшего под удар грузового автомобиля «Урал», в которой пострадали 9 человек, стала причиной внеурочной рейдовой проверки маршруток. Сотрудники ГИБДД выехали на улицы города, чтобы оценить техническое состояние популярного среди горожан вида транспорта. Сотрудники ГИБДД совместно с журналистами проводят профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений административного законодательства. Особенное внимание будут уделять маршрутным транспортным средствам, в которых нарушается техническое состояние. Осуществляется проверка наличия огнетушителей, путевой документации, водительских удостоверений. Также проводится проверка по изменению конструкции транспорта, переоборудования без согласования с госавтоинспекцией. Сотрудниками госавтоинспекции на территории областного центра проводится профилактическое мероприятие по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения водителями маршрутных транспортных средств. В частности, очень плотно проверяется техническое состояние таких транспортных средств. Последний из подобных случаев произошел в понедельник. Водитель грузового автомобиля «Урал» не предоставил преимущества проезда, курсировавшей по маршруту «Газели», в салоне которой находились 9 человек. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Всего за 8 месяцев текущего года на дорогах Рязанской области произошло 49 ДТП с участием общественного транспорта, в результате которых погибли 2 человека, и 68 получили травмы различной степени тяжести. А вот проверки общественного транспорта и контролю над тем, как соблюдают правила дорожного движения водители автобусов и троллейбусов, госавтоинспекции регулярно уделяют особое внимание. Жизни тысяч пассажиров ежедневно зависят от того, насколько безопасно общественный транспорт движется по улицам города. Зачастую, двигаясь в спешке, водитель автомобиля не предоставляет преимущества проезда маршрутным транспортным средствам. Это является прямым нарушением пункта 18.3 правил дорожного движения, ответственность за который предусмотрена частью 1 статьи 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Особенно стоит отметить, что когда маршрутный транспорт начинает движение от установленных мест остановки, водители обязаны уступать дорогу как муниципальному общественному транспорту в виде автобусов и троллейбусов, так и более компактным коммерческим микроавтобусам. Наш партнер, телеканал «Домашний», готовит к выходу в эфир второй сезон программы «Свадебный размер». Вот-вот начнутся съемки третьего сезона. Михаил Шибанков побеседовал с певицей и ведущей проекта Анитой Цой, которая рассказала, чего ожидать телезрителям от новых выпусков реалити-шоу. 27 сентября на сцене Рязанской филармонии заслуженная артистка России Анита Цой представила премьеру нового юбилейного шоу «10.20». Название было придумано не просто так. «10» означает десятую по счету шоу-программу, а «20» – количество лет на сцене. Рязань стала третьим городом, который увидела премьеру. За 20 лет создано 9 шоу-программ. Она является артистом, который выступает в качестве режиссера-постановщика своих шоу. В основе ее концерта вошли лучшие хиты певицы, такие как «Небо», «На восток», «Береги меня», «Полет» и другие. Специально для шоу все произведения приобрели новое звучание. Анита Цой – не только певица, но и телеведущая программы «Свадебный размер», который выходит на телеканале «Домашний», партнером которого является телекомпания «Город». Герои программы – семейные пары, которые за пять и больше лет брака растеряли страсть, зато совместно нажили десятки лишних килограммов. Вернуть искру в отношения супругам поможет популярная певица. В чем вся тема интересная, самая нашего свадебного размера? В том, что семья живет в своих обычных условиях. В квартире, то есть со своими родителями, детьми, с собаками, кошками. То есть вот быт как быт. И им, конечно, сложнее в несколько раз держать, например, ту же диету, держать тот же режим спортивный. Им надо еще переубедить всю родню, которая их вокруг досаждает и говорит, да зачем вам это все нужно, то есть вы все равно не похудеете. И вот я видела, что были пары, которые прям непреклонно следовали и добивались мега целей. А были парочки, честно тебе скажу, которые раз-таки еще и в Инстаграм выставляли. Типа, я сегодня, пока никто не видит, выпила шампанского и закусила свининкой там и тра-та-та. Ну, в общем, короче, мы их ловили сразу за руки, понимаешь, за ноги. Но сейчас вот какой результат. Из 20 пар, которые были в прошлом сезоне, 16 пар держатся, 4 просто трындец. Просто оторвались на полную катушку и поправились в два раза больше, чем были. А 16 молодцы. За 20 лет сценической жизни певицы это было первое выступление Аниты на рязанской сцене. Но она пообещала, что вернется с новым концертом в наш город снова. В сентябрь был на удивление пасмурным и холодным. Дожди и низкая температура воздуха, несвойственные первому осеннему месяцу, заставили рязанцев не только раньше предполагаемого времени достать теплую одежду, но и с нетерпением ожидать наступления любимой многими поры – теплого и солнечного бабьего лета. Осенняя пора, чьи очарования – время года, которые не перестают воспевать поэты и художники. Только вот в этом году, пожалуй, даже самым отъявленным творческим личностям вдохновляться особо нечем. Но если только можно впасть в осеннюю меланхолию, погода не шепчет. Дожди и пасмурное небо порядком поднадоели. А вот надежда на бабье лето, ну или хотя бы на золотую осень, по-прежнему не умирает. Что касается этой недели, в ближайшие дни погода порадует своим неустойчивым характером. Завтра, 28 сентября, в тыловой части циклона местами на территории области сохранятся небольшие дожди, больше по востоку области. С поступлением холодной воздушной массы северных широт температура воздуха ночью составит 2,7 градусов, днем 7,12. 29 сентября и ночью 30-го наш регион окажется в гребне антициклона. Ночью осадков станет еще меньше, а то и не будет совсем. А вот ночная температура еще понизится до 0,5 градусов, поэтому местами возможны заморозки. А днем с приближением очередного циклона вновь ожидаются дожди. Правда, северный ветер развернется на западный и начнет поступать более теплый воздух. Днем уже плюс 11,16. В первые дни октября наша область будет находиться на южной периферии циклона, поэтому без дождей не обойдется. Преобладающая температура воздуха ночью – 5,10 градусов, а вот днем уже плюс 12,17, что выше климатической нормы на 3,4 градуса. Казалось бы, почти бабье лето, но тем не менее интрига, а будет ли оно все-таки похоже, по-прежнему сохраняется. Столь желанного классического сочетания сухой, солнечной и теплой погоды в течение этой недели в Рязани не получится. В середине недели преимущественно сухо, но прохладно, а в конце недели станет теплее, но возрастет вероятность дождей. В общем, будем радоваться не только теплым батареям, но и приятным градусам на улице. А если не забывать дома зонты, то совсем скоро можно будет сказать, что осень вполне удалась. На этом у меня все. Выпуск программы «День города» подходит к концу, но вы можете еще раз посмотреть заинтересовавшие вас новости на нашем сайте город62.тв или в социальной сети ВКонтакте. Я желаю вам хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok